Осталась, друзья, только последняя башня и ее разбивает наш любимец Том. Отлично. Вот осталось еще несколько стареений и вот такая вот чудесная победа. Ну что же, просто-просто чудесно, просто замечательно, здорово мы уничтожили и справились с этой защитой. А вы видели, как обрадовался Том. Как он проявляет свою мускулатуру, как показывает, какой он сильный. Друзья, всем привет и мы продолжаем игру «Говорящий Том. Водная битва». Сразу же идем с составами от подписчиков. Итак, Александр ТВ попросил, чтобы я взял в бой команду 2 джетпэка Тома, 2 жвачки, 1 ракету, 3 резины, 2 шаромета и 1 нинзю. Кроме того, чтобы передал привет. Да, друзья, в начале видео передаю привет всем нашим подписчикам. Александру ТВ, Егору Халину, подписчику снимок Games Артем. Роману Никитенко, Аюку, подписчику, либо подписчице с вот таким вот ником Аюка и Максиму Швец. Друзья, большущий привет от нашего «Говорящего Тома» и от меня лично. Ну а сейчас, друзья, в бой. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. И, друзья, давайте-ка, я думаю, мы сегодня пройдем кампанию. Вот, давно я хотел уже пройти кампанию, никак не хватало времени. Ну и вот сегодня мы уже с вами прошли первый, второй, давайте-ка начнем вот так. Первый эпизод «Дикие коты», второй эпизод «Сопределение», третий эпизод «На прицеле», четвертый «Нужен герой», пятый «Тактика боя» и вот шестой, друзья, «Полет ввысь». Сегодня, надеюсь, друзья, мы пройдем этот эпизод. Дальше, к сожалению, нет. Ну что же, посмотрим. Итак, начнем бой. Друзья, начнем бой. Ага, друзья, а здесь, оказывается, нужно защищаться. Здесь от нас ничего не зависит. Ну что же, посмотрим, друзья, как наш... Я уже, друзья, довольно-таки неплохо улучшил вот нашу базу. Итак, почему враг не нападает, друзья? Я что-то не понял. Или мы случайно вышли. Вот не понял я, в чем дело. Итак, давайте-ка еще раз нажмем. Итак, начать бой. Вот, друзья. Итак, наземная и противовоздушная защита. Это будет непросто. Отлично, друзья. Ну что же, я думаю, здесь ничего сложного нет. Давайте-ка мы сразу же ракетами попробуем уничтожить вот эту катапульту. Здорово, друзья. Первая катапульта уничтожена. Я думаю, вторую катапульту, друзья, мы сейчас выпустим резинки. Либо, либо, вот, либо ее просто жвачкой. Давайте-ка, друзья, я сейчас жвачкой просто вот так заплюю. Отлично, выпускаю резину, выпускаю шарометателей. Ой, друзья, зачем я выпустил джетпеки? Ну, уже выпустил, так выпустил. Друзья, ай-яй-яй-яй-яй, давайте-ка сосредоточим огонь на... Вот, ой-ой-ой, досталось нашим героям. Ну что же, выпускаем остальные отряды, выпускаю джетпеки, вот, и выпускаю Тома. Итак, давайте-ка, друзья, пока Том подходит. Отлично. Вот, и начнем нападать. Итак, давайте-ка, есть у меня, друзья, еще резинка. Вот, попробуем вот так здорово вот забросать врагов. Итак, давай-ка, Том, в атаку. Вот, надеюсь, что сейчас удастся нам здорово уничтожить. Итак, ой-ой-ой, друзья, достается нашим героям. Вот, возможно, друзья, не та тактика, нужно было делать, что я хотел. Итак, давайте-ка вместе, вот, попробуем сосредоточить внимание на вот этой башне. Итак, друзья, проигрышный, проигрыш не так, не та стратегия, не учел я. Вот, друзья, возможно, нужно было немножко получше все это сделать. Вот, я бы ракетами разгромил, катапультами. Мне кажется, если бы я сработал ракетами, было бы все по-другому. Итак, друзья, мы проиграли. К сожалению, вот удалось сыграть на одну звезду. Вот, куча потерь. И так неудачно оказался штурм вот этого лагеря. Итак, друзья, я хотел бы еще этот раз переиграть. И для этого, давайте-ка, друзья, я возьму другую команду от наших подписчиков. Итак, Games Артем попросил взять, давайте-ка я возьму. Да, друзья, вот в начале боя хочу сказать спасибо за ваши отзывы и комментарии. Вот, благодаря подсказочке Глеба Лагуткина, вот, прокачал домик на дереве. Уже, друзья, у нас домик на дереве седьмого уровня. Вот, просил еще этот подписчик, чтобы я прокачал пушку противовоздушной обороны, друзья. Мне кажется, хорошая идея. Давайте-ка мы это и сделаем. Итак, запустил я прокачку противовоздушной пушки. Вот, дальше, друзья, еще мы, у нас еще куча ресурсов, друзья. И самое главное, что у нас появилось, друзья, появился Испаритель. Кстати, что он делает, давайте-ка прочтем. Создает большой и горячий защитный купол. Врагам, которые появятся рядом, нужно будет разрушить его, чтобы добраться до здания внутри него. Ну, что же, друзья, я думаю, нужно будет построить вот этот ресурс. Кстати, сколько он требует времени, пока не понятно. Пока, друзья, я не буду его строить. Пишите в отзывах, комментариях, что лучше построить. Да, вот, и благодарю остальных подписчиков. Вот, Роман Никитенко просил, чтобы я улучшал разбрызгиватель. Я некоторые уже получал вот до пятого уровня. Некоторых еще нужно улучшать. Вот, башни уже, в принципе, у нас пятого уровня. Все неплохо расстроены. Но еще есть куда совершенствоваться. Вот, да, казарму, друзья, удалось я под просьбой подписчиков улучшить. И у нас появился новый герой, костюм-крыло. Вот, прилетает он в любую точку вражеского лагеря и атакует изнутри. Кстати, очень неплохой игрок. Джетпэк, он атакует с начала боя. Итак, друзья, пишите в отзывах, комментариях, какой герой лучше, как ваши команды. Ну, а мы берем сейчас следующую команду от подписчика. Итак, следующим написаем. Деймс Артем попросил он взять. Давайте-ка я сразу же буду собирать команду. Итак, попросил он взять двух шарометателей. Вот, отлично, два шарометателя есть. Два резиновых отряда есть. Трех стрелков. Отлично. Трех стрелков. Два джетпэка. Есть, друзья, джетпэки есть. Тома, две ракеты и жвачку. Здорово. Возьмем Тома, две ракеты и жвачку. Отлично. Покупаем две ракеты и покупаем жвачку. Супер. Осталось, друзья, только воскресить Тома. Что мы сейчас и сделаем. Итак, где же наш герой Том? Вот он. Сейчас мы его и воскресим. Итак, друзья, состав сформирован. Давайте-ка отправимся в бой. Правда, у меня оставались места, поэтому, друзья, я взял несколько еще шарометателя и несколько стрелков. Плюс одну резину. Ну что же, друзья, давайте-ка отправимся в бой. Давайте-ка, друзья, я попробую все же пройти вот эту кампанию с той командой, которая у нас есть. И, друзья, я хотел бы еще переграть вот эту 36-ю миссию, которую мы вот так плохо с вами сыграли. Итак, давайте-ка начнем. Мне кажется, друзья, мы можем ее лучше пройти. Итак, наземная противовоздушная защита. Это будет непросто. Итак, друзья, давайте-ка мы сразу же ракетами попробуем разбить катапульты. Отлично. Пошла первая ракета. Замечательно. Вторая ракета пошла. Замечательно. Итак, супер, друзья. Отлично. Ну вот теперь, друзья, давайте-ка я выпущу джетпаки. Пусть они издалека разбивают. Плюс, друзья, эх, нет, нет у нас метателей. Они бы издалека очень здорово все поразбивали. Ну, мне кажется, друзья, это тоже очень неплохо. Пусть джетпаки понемножку сейчас разбивают вражеские ресурсы. Доберутся. Да, вот я думаю, пусть они добираются, пока разбивают. Вот еще разобьют вот эти распрыскиватели. И тогда будет... Не понял, друзья, а почему наш вот один из джетпаков погиб? Ну что же, друзья, погиб. Раз погиб, так погиб. Тогда давайте-ка выпускать резиновый отряд. Вот, выпускать стрелков. Выпускать шарометателей. Выпускать тома. Ну что же, друзья, давайте-ка мы пойдем с вами в атаку. Брошу я резину. И вот начнем атаку. Итак, вперед, друзья. Вот первым делом разбиваем вашу вражескую башню. Вот пытаемся разбить вот эти распылители. Пока неплохо это нам удается. Ну и теперь, друзья, давайте-ка попытаемся справиться со второй базой. Отлично, друзья. Удалось нам сработать на одну звезду. Неплохой результат. Но хотелось бы, друзья, лучшего. Итак, давайте-ка, друзья, давайте-ка попробуем. Вот все же разбить. И есть, 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 друзья. Есть победа. Ну что же, хорошо справился, я считаю, наш том. Вот, разбиваем уже последние вражеские строения. Итак, друзья, победа, я считаю, получилась очень даже неплохая. Главное, что у нас выжил Том. Итак, мы лучше всех. Да, друзья, победа, победа на три звезды. Ну что же, замечательный результат. Очень здорово справилась команда. Вот, от Гейм Артема. А следующая команда от Романа Никитенко. Вот, попросил он такая 13 костюм, крыло и Том, и три жвачки. Вот такая вот необычная команда от Романа Никитенко. Вот, давайте-ка я пока отправлюсь назад. Давайте-ка, друзья, я, возможно, позже возьму этот отряд. Пока пусть наши герои будут. И просто, чтобы их не распускать. Итак, следующий отряд от Нубик Вертусик. Это мальчик попросил вот этот подписчик, чтобы я взял джетпак, отряд резинов и стрелков. Ну что же, друзья, давайте-ка посмотрим, кто у нас остался. Итак, шерометатели я пока вот высажу, уничтожаю. Ой, друзья, да, удалось. То есть, остались у нас стрелки и резина. И еще подписчик попросил, чтобы я взял джетпаков. Вот, я думаю, друзья, стрелков мы оставим, резину оставим, добавим джетпаков. И вот, опять же, нету подсказочки насчет того, нужны ли нам ракеты. Давайте-ка я возьму. Мне кажется, вот эта стратегия покупки двух ракет плюс жвачка наилучшая. Отлично. Ну и давайте-ка, друзья, сейчас еще докупим несколько джетпаков. Вот, по просьбе подписчиков. И да, друзья, вы видите, мы можем еще взять крыло. Итак, есть возможность либо взять еще джетпака, либо взять резину. Дальше уже не получится. Так, тоже лучше джетпак или резина. Трудно сказать. Давайте-ка, друзья, я возьму еще одну резину. Вот так. И остается, друзья, еще несколько мет. Давайте-ка я возьму еще стрелка и несколько широметать. Отлично, друзья, отряд от подписчика с ником НубикВиртусик сформировал. Давайте-ка мы отправимся в бой и посмотрим, что из этого получится. Итак, друзья, давайте-ка мы отправимся в шоу все же в компании. Вот, решил я пока. Все у нас здорово. Попытаемся пройти сегодня в компании. Ну, а дальше, когда пройдем уже компанию, будем сражаться с реальными игроками. Отправить кого-нибудь, чтобы атаковать их защитную силу с тыла. Вот. Итак, кого бы нам отправить, друзья? Ну, в принципе, я считаю, что мы можем и так атаковать. И так ракетная атака. Пошли ракеты в бой. И, друзья, не смогла ракета разбить вот эту катапульту. Ничего себе. Итак, вражеская катапульта оказалась довольно-таки здорово прокачена. Ничего страшного. Давайте-ка мы пока вот так ее замечательно разобьем. Разобьем. Неплохо. Давайте-ка, друзья, вот джетпэка пока, друзья, я тоже считаю, рано посылать. Потому что очень близко распылители к башням. Ну что же, попытаемся с тылом и зайти. И сейчас с тыла уничтожить первым делом катапульту. Высаживай, друзья, резиновый отряд. Высаживай стрелков. Высаживай Тома. Пусть пока герои побудут в джетпэке. Пока побудут вот у нас в запасе. Вот так неплохо, неплохо, неплохо. Итак, друзья, давайте-ка попробуем атаковать. Итак, давайте-ка я пока немножко подведу. Вот герои случайно нажал. И так, и так, и так, и так, и так, и так. Ну вот сейчас, друзья, я смогу уже направить на катапульту. И я уверен, мы ее сможем разрушить без проблем. Итак, герои атакуют катапульту. Вперед в атаку. Вот замечательно, замечательно. И давайте-ка, друзья, вот пока-пока пошел резиновый отряд в атаку. Не очень хорошо. Ага, друзья, они пока атакуют схворечник. Но это, в принципе, тоже неплохо. А вот сейчас попытаемся, друзья. Итак, давайте-ка попробуем атаковать вот эту башню. Активирую я, друзья. И давайте-ка попробуем забросать резинкой. И удалось, друзья. Вот теперь пришло время и для джетпаков. Вот не того, не того, где атакуют наши герои. Но, в принципе, я считаю, друзья, что мы неплохо пока с вами справляемся. Итак, есть. Активируем атаку, друзья. И вперед-перед-перед наши герои добивают вражескую защиту. Но я считаю, друзья, что очень-очень неплохо мы с вами справились. Итак, джетпаки выжили. Выжил и остальной отряд. Вот всего несколько потерь. Ну что же, я считаю, очень неплохой результат. Кстати, друзья, мы можем сейчас еще активировать вот ярость Тома. Или как точно называется вот эта атака. И смотрите, как здорово. Сейчас очень мне, друзья, нравится, когда мешает Анжелочка показать, как Том здорово радуется, когда выиграли. Мы их по асфальту раскатали. Ну, спора нет. Отлично. Победа на три звезды. Хороший, друзья, результат. И мы берем, друзья, переезжаем на новый уровень. Но вначале отправимся домой и возьмем команду от подписчика. Итак, Максим Швец, следующий подписчик, попросил взять два метателя. Кстати, давайте-ка посмотрю, что у нас с метателями. Вот смогу ли я их взять? Нет, друзья, надо кого-то высаживать. Два метателя, три стрелка, три шара метателя, один одного джетпака Тома и одну жвачку, одну ракету и одного резиного отряда. Ну, у нас будут лишние места, это 100%. Итак, давайте-ка я докуплю. Вот жвачку. Ну, возьмем, друзья, две ракеты и одну жвачку. Отлично. Ну, а сейчас давайте-ка посмотрим, кто у нас в отряде есть. Есть два джетпака. Вот, правда, подписчик просил одного джетпака. Вот одну резину, вот стрелков. Сколько попросил? Нужно докупить одного шарометателя и вот попросил насчет стрелков. Три стрелка. Ну, так, давайте-ка, друзья, я уберу одного стрелка, уберу одного джетпака, либо резину. Нет, давайте-ка две резины пусть оставится. Давайте-ка оставим одного джетпака и попробуем взять двоих шарометателей и посмотрим, что из этого получится. Итак, нам надо два шарометателя. Хватит ли? Да, друзья, хватило. Хватило ресурса на два шарометателя. И еще могу взять либо стрелка, либо шарометателя. Итак, шарометателя давайте-ка мы возьмем. Ну, как-то вот так. По-моему, друзья, все сформировано, здорово и сможем пойти в бой. Ну, что же, отряд сформирован. Давайте-ка, друзья, отправимся в бой. Вот, хочется мне сегодня пройти еще компанию, хотя пишите в отзывах в комментариях, вот где будет больше голосов, туда я пойду. Либо мультиплеер, играть с другими игроками, либо компанию. Но все же хочется, друзья, уже добить компанию. Итак, давайте-ка отправимся в бой и посмотрим, что из этого получится. Итак, весьма неплохая противовоздушная защита. Отлично, друзья. Ого-го-го. Ну, что же, друзья, будем пока разбивать катапульты. Отлично, пошла ракетная атака. И есть, одна катапульта уничтожена. Давайте-ка попробуем уничтожить вторую. Пошла ракетная катака и вторая катапульта тоже уничтожила. Неплохо. Высаживаю, друзья, пока вот наших любимцев. Наших любимцев, наших метателей. Итак, разбивают вражеские ресурсы. Давайте-ка, друзья, я еще выпущу джетпэка. Эх, не хватает, друзья. Не хватает все же. Я считаю, друзья, не хватает нам. Было бы лучше, чтобы было бы два джетпэка. Вместо резины нужно было все же взять джетпэка. Итак, понемножку наши шары, прошу прощения, это не шарометатели. Это просто метатели разбивают вражескую защиту, разбивают вражеские базы. И это приятно. Вот сейчас, друзья, мне кажется, пора и выпускать. Ну, пусть добьют хотя бы. Вот, выпускаю резину, выпускаю стрелков. Ай-яй-яй-яй, друзья. Вот, достается нашим героям. Итак, давайте-ка атакуем вот эти вражеские башни. Есть, они уже уничтожены. Итак, давайте-ка активируем еще ярость Тома и начнем уничтожение вражеского отряда. Итак, есть, друзья, еще резинка. Вот, превращаем в резинку и атакуем вражескую башню. Вот, неплохо, неплохо. И вражеская база уничтожена. Осталась, друзья, только последняя башня. И ее разбивает наш любимец Том. Отлично. Вот, осталось еще несколько стареений. И вот такая вот чудесная победа. Ну, что же, просто-просто чудесно. Просто замечательно. Здорово. Мы уничтожили и справились с этой защитой. А вы видели, как обрадовался Том. Как он, вот, как вот проявляет свою мускулатуру. Как показывает, какой он сильный. Вот такой вот забавный герой. Итак, вот не успел я прочитать геологию. Засмотрелся на Тома. Ну, нас поздравляли и, скорее всего, с победой. Итак, супер, друзья. Прежде чем отправиться в бой, осталась мне последняя команда от подписчика. Это у нас Роман Никитенко. Вот попросил он взять 13 героев костюма Крыло и Тома и 3 жвачки. Вот. Ну, что же. Здорово, конечно же. Возьму я это все. Жаль, друзья. Вот, да. Ну, Биквертусик не уточнял, кого брать. Тома и Анжелу. Нужно было взять мне, конечно же, Анжелочку. Хотелось бы, друзья, еще с ней сегодня сыграть. Ну, как-то вот я забыл и пропустил. Ну, тем не менее, друзья, давайте-ка вернемся домой. Вот, высажу я остальных героев. Хотя, жалко распускать этот отряд. Очень оказался крутой. Ну, тем не менее, и так, давайте-ка закажем 13 героев вот костюма Крыло. Посмотрим, как они справятся, что из этого получится. Я еще, честно говоря, вот только казармы обновились, еще этого героя у меня не было. И так, нет, друзья, 13 не получается. Вот только могу сделать 11 героев костюма Крыло. А, 12. 12 героев. И, кроме того, друзья, ну и все. 13 пока недоступно. Вот, можем взять Тома и еще 3 жвачки. Попросил Роман Никитенко. Ну, что же, попробуем заказать 3 жвачки. И так, 1, 2, 3. Да, 3 жвачки это максимум. Ну, отлично, друзья. И так, давайте-ка сейчас этим отрядом и отправимся в бой. И так, друзья, отряд от подписчика Романа Никитенко сформирован. Давайте-ка отправимся и посмотрим, как удастся нам справиться с вот таким вот необычным отрядом. Вот, 12 героев костюма Крыло. И так, на нас летят дикие коты. Ага, друзья, они помогут нам испытать нашу защиту. И так, друзья, будем испытывать защиту, друзья. И я ни с чего не смогу сделать, потому что, друзья, вот наша, наша, моя, вот пушка. Вот сейчас в ремонте, тем не менее, неплохо справляются сейчас башни. Вот, разбивают котов, но, тем не менее, враг атакует. Вот, нету сейчас у меня, как раз, сегодня вы видели, запустил пушку, которая сбивает неплохо вражеские отряды. Но, тем не менее, смотрите, как здорово работают мои башни. Вражеских котиков-стрелков неплохо разбивают. Хотя, еще и вот 5, 5 котиков еще есть. То есть, вот, распылители не срабатывают. Тем не менее, башня работает неплохо. Да, вот, благодаря постройкам, пока враг разбивает постройки, смотрите, как здорово наш котик, вот, их разбивает с башни. Вот, супер-супер. Осталось всего 2 кота с джетпэками. И сейчас наш защитник, кот из башни, смотрите, как здорово своими шарами добивает. Ну, что же, мы сбили их в воздухе. Победа, друзья. Вот, немножко не вовремя я прокачал защиты пушки. 24% урон, но, тем не менее, я считаю, друзья, неплохо мы с вами сработали. Итак, следующая, следующий, друзья, бой. Ну, вот, есть тактика, которая на некоторое время отключит вражескую защиту. И что же это за тактика? Это жвачка. Она называется жвачка, и она, друзья, у нас есть. Ну, что же, супер, друзья. Вот, бросаем жвачку. Вот. А теперь разместите войска прямо перед ними. А что размещать, друзья? У нас здесь наш летающий отряд. Вот, плюс еще том. Вот, сразу же активирую, друзья, атаку. И наши герои просто идут вперед. Вот, разбиваем вражеские распылители. А, друзья, я еще одного, давайте-ка, жвачкой забросаю. Вот, еще распылители. Вот так. Ну, что же, победа, победа, друзья. Вот, остался еще какой-то. Вот, кстати, а кого еще мы можем забросать жвачкой? Жвачки полно, друзья. Она почему-то уже не срабатывает. Ну, что же, вот такая вот чудесная победа. Вот, сегодня я взял все команды от подписчиков. Вот, сейчас завершим бой. И на этом, друзья, сегодня будем вот заканчивать видео. Итак, друзья, что хочу сказать. Вот, в полной мере мы не испытали команду вот этих летающих котиков. Но, как по мне, они довольно-таки оказались круты и хороши. Итак, давайте-ка активирую еще ярость Тома. Вот так мне нравится называть эту способность. Ну, что же, замечательно, друзья. Итак, победа, вот так здорово танцует Том. Вот, зыка получилась. Вот, отлично. А я все думал, кто же так еще говорит. Отлично, друзья. Итак, победа на три звезды. Вот, получаем 10 тысяч монет. Получаем 10 тысяч энергии. Вот, двоих котиков мы потеряли. Потеряли еще две единицы, вот, жвачки. Ну, а это, друзья, я считаю, чепуха. Итак, друзья, замечательно, я считаю, мы сегодня с вами сработали. На этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Вот, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, друзья. Пишите в отзывах, комментариях, вот, что дальше нам развивать. Сейчас у меня казармы седьмого уровня, минивэн. Вот, четвертого. Кстати, друзья, мы можем улучшить минивэн и больше котиков сможем его садить. Вот, неплохо. Было бы неплохо, вот, тактический штаб развить. Тогда появится вот новинка. Пузырь, невидимка, тактика маскировки атакующих. Стоит, друзья, это покупать не стоит. Вот, еще, друзья, насчет лаборатории. Было бы мне плохо, мне кажется, еще лабораторию улучшить, чтобы прокачать и жвачку, и ракеты, и вот другие герои. Вот, стоит ли мне развивать ресурсные базы, или этого достаточно, либо сосредоточить внимание все же на вооружении. Итак, на этом пока все. Всем, друзья, вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!